Добро пожаловать в руководство по использованию автоматизированной системы сбора данных ASDC, разработанной в рамках программы FAO по борьбе с саранчей на Кавказе и в Центральной Азии. Это видео поможет вам начать работу с ASDC и правильно использовать приложение. Чтобы начать использовать ASDC, приложение должно быть установлено на выбранном устройстве. ASDC будет работать на всех планшетах и смартфонах с операционной системой Android. Чтобы установить ASDC, откройте магазин приложений Play Market и найдите ASDC. Приложение можно узнать благодаря изображению саранчи. Нажмите кнопку «Установить» и дождитесь завершения инсталляции. Теперь вы готовы начать использовать ASDC. Чтобы открыть приложение, нажмите кнопку «Запуска» или найдите иконку, картинку, обозначающую приложение ASDC в списке установленных программ на главном экране или в вкладке приложений. Обратите внимание, что процедура установки, получение разрешения на использование камеры, данных геолокации и обмена информацией через мобильный интернет, может отличаться в зависимости от вашей версии Android. На первой странице приложения ASDC вы увидите три кнопки. Сначала нажмите «Настройки». На этой странице вы можете нажать на кнопку «Синхронизировать» для синхронизации данных и выбрать нужный язык. Чтобы изменить язык, коснитесь нужного варианта. При смене языка приложение необходимо перезапустить, чтобы изменения вступили в силу. Чтобы правильно использовать ASDC, необходимо активизировать GPS-определение вашего местоположения. Для активации GPS проведите пальцем вниз от верхней части экрана. Найдите и коснитесь значка «Местоположение». Или же перейдите к настройкам и нажмите «Включить определение местоположения». После того, как первоначальная настройка приложения завершена, вы можете работать с ASDC. Приложение ASDC может запросить разрешение на использование различных системных устройств. Нажмите «Разрешить» при использовании приложения. Давайте рассмотрим форму по обследованию саранчи. Чтобы создать новую форму, нажмите на кнопку «Обследование саранчи» на главном экране ASDC. Теперь нажмите три точки в правом верхнем углу и выберите «Добавить» или символ «Плюс» в правом нижнем углу. Эта форма должна быть заполнена во время проведения полевых наблюдений. Форма разделена на разные секции. В каждой секции имеются различные поля. Для заполнения формы нажмите на поле и спишите необходимую информацию или выберите ответ из выпадающего списка. Рассмотрим, как работает поле фото. ASDC позволяет сохранять до трех изображений. Поле фото позволяет вам сделать снимок, просмотреть фото и, наконец, удалить изображение, если это необходимо. Чтобы сделать фотографию, нажмите кнопку «Камеры» и вам будет предложено это выполнить. Сфокусируйтесь на объекте и сделайте снимок с помощью соответствующей кнопки на экране. Обратите внимание, что фотографии должны быть информативными и отражать саранчевую ситуацию. Давайте посмотрим на секцию «Идентификация места». Этот раздел имеет большое значение, так как поможет в дальнейшем определять места проведения обследований и противосаранчевых обработок и наносить их на карту. Чтобы определить местоположение, вы должны использовать GPS вашего устройства. Перед выполнением этой операции убедитесь, что GPS на вашем смартфоне активен. Теперь нажмите кнопку «Определение местоположения», соответствующие поля с географическими координатами заполнятся автоматически. При нажатии кнопки «Показать карту» можно найти ранее обследованные участки или рассчитать площадь, если вокруг места проведения обследования имеется более трех точек GPS. Выбрав конкретную стадию развития саранчи, яйца, личинки, разреженные кулиги, имага или стаи, вы тем самым открываете необходимую секцию в форме обследования саранчи. Продолжайте вносить запрошенную информацию в поля этой секции. Для отправки формы не обязательно заполнять все поля, но в обязательном порядке необходимо вносить информацию в те поля, которые отмечены красной звездочкой. Помните, пожалуйста, что чем больше информации будет предоставлено, тем яснее картина. Поэтому вносите в форму все данные, относящиеся к выполняемой задаче. Второй формой ASDC является форма по противосаранчевым обработкам. Эта форма должна быть заполнена во время их проведения. Эта форма заполняется аналогично форме по обследованию саранчи. Вводите, пожалуйста, как можно больше информации. После заполнения всеми необходимыми данными форма готова к отправке. Чтобы отправить форму, убедитесь, что введенные данные верны. И нажмите кнопку «Сохранить». Если отправка не состоялась, то пользователь может получить два основных предупреждения. Первое появляется, если не все требуемые к обязательному заполнению данные были введены. Для решения этой проблемы просмотрите и заполните все поля с красной звездочкой. Второе предупреждение об ошибке появится, если величина цифрового поля введена неверно и превышает предельные числовые значения. Например, значения для заселенных и обследованных площадей в гектарах могут находиться в диапазоне от единицы до тысячи. В списке форм по обследованию и борьбе против саранчевых вы сможете увидеть все подготовленные вами формы. Формы могут иметь три статуса. Первый – форма ожидает до заполнения. В этом случае в форме все еще отсутствуют некоторые данные. Второй статус – не отправлено. То есть форма готова к отправке, но ожидает интернет-соединения. И будет отправлена автоматически, как только это соединение осуществится. Третий – отправлено. Форма успешно отправлена на сервер. Спасибо, что ознакомились с кратким введением в использовании ISDC. Желаю вам успешного проведения обследований и противосаранчевых обработок в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok